11.05.2024 Высалия Амсовского на Большом канале Итак, давайте про фронт Тяжелая очень ситуация, особенно на этом сейчас Кускеде, Белгород, Харьков По сути, это уже такое столкновение Практически фронт становится между Харьковом и Белгородом То есть превращается постепенно российская часть территории до Белгорода Там она не такая уж, не так уж далеко Практически в театр военных действий Ну, идут информация, идет, что российские войска наступают там на Харьков На маленькие эти села Ну, села всегда были там как бы серой зоной В принципе, можно говорить, что в ближайшее время Все к этому уже способствует Что это станет один из самых активных участков фронта А именно боевые действия вот между двумя городами Харьков, Белгород Ну, Харьков, конечно, побольше Там где-то до миллиона, наверное, населения сейчас А в Белгороде там было 300 с чем-то тысяч Вот это будет линия фронта Она будет туда-сюда ходить Украинские войска будут бить по Белгороду Московиты будут бить по Харькову По окрестностям Там Волчанск, там еще Я полагаю все-таки, что вот эти Я ж не зря говорил про Волуйки Да, про Волуйки будут под огнем однозначно Потому что там очень серьезные ЖД стоит И там много всего Это очень важный узел И перед Волуйками там То есть вот это направление, оно чрезвычайно важное Почему его не бьют, еще тоже непонятно Поскольку оружие уже на подходе Сейчас американцы заявили, что 400 миллионов они дали Плюс идут эти снаряды 155-е И другие первые там сколько будет 180 тысяч, они придут где-то до конца мая В начале июня То, что Чехия миллион нашла и закупает Поэтому, как бы, плюс другие страны Поэтому серьезные будут там сражения В результате, конечно, Харьков будет разрушаться Ну и Белгород будет разрушаться То есть это уже новая фаза войны практически Это война уже практически и на украинской территории И на российской территории То, чего Путин не ожидал, честно говоря Он считал, что он будет воевать на территории Украины Ну так же, как в Сирии было, да А теперь придется воевать уже на своей территории Там пишут, что там российская группировка Она-то может быть создаваться и прочее Но это ничего не дает Поскольку будет феномен такой, что И он уже развивается, что по сути Украинские войска вынуждены будут бить И воевать на российской территории У них выхода нет Иначе Харьков будет все время под ударом Вот я бы так раскрыл вам бы эту ситуацию Она будет очень тяжелой Потому что это два города, которые в результате Если продолжение войны будут Они, конечно, будут Население их покинет Большая часть постепенно Это города будут разрушены И это, конечно, будет феномен для Путина Потому что он потеряет кусок По сути достаточно красивого Развитой территории Причем Белгородская область Она была как раз кредитором Таких дотационных убыточных регионов Как Кавказ, та же Чечня Тот же Дагестан, Ингушетия и прочее То есть Ростовская область Да и Кубань Белгород особенно И другие области Они финансировали Эти Этих рецепиентов Ну теперь придется И уважений к кредиторам и не будут Плюс, конечно, там будет уничтожена Экономика, промышленность Она будет разрушена Так что, ребята, приготовьтесь Поэтому то, что там сейчас говорят Что будут на Харьков наступать Будут одинаково наступать И на Харьков, и на Белгород То есть война будет идти Вот между этими двумя городами Туда-сюда, туда-сюда Поэтому, как бы, поскольку Там, собственно, ракетам Нечего туда долетать Это все очень будет быстро И к этому Запад очень быстро привыкнет Как только ракеты начнут полностью Наносить удары по Белгороду То Белгород станет линией фронта Ну вот, ну жить там станет, конечно, очень тяжело Практически невозможно Так, как в других городах Вот такая возникнет ситуация В ближайшее время В принципе Будет ли в других городах такая же То есть на очереди это Сумск, Суммы, Курск Вот там тоже может такая быть То есть что будет происходить По сути война будет постепенно Боевые действия переходить на Вот эти вот, как бы Биполии, например Харьков, Белгород Суммы, Курск, Курчатов Там, где атомная Курская станция Ну и, конечно, это будет очень круто Это такая война для Путина тяжелейшая То есть он не ожидал такого И это уже война будет практически На территории Российской Федерации Собственно, такой характер войны Ну, как бы описал и спрогнозировал Кэмерон, Великобритания Они призвали к этому То есть они дали добро наносить своими ракетами Снарядами, бомбами Удары по территории России Я так понимаю, что французы тоже дают на это добро То есть это новая Антанта Это Великобритания Соединенное Королевство Это Франция Ну, получается, как бы основа Туда Польша же зайдет, ясно Балтии все зайдут, страны То есть они будут поставлять сейчас соответствующее оружие Которым можно будет наносить удары И на отработку будет, как пилотный проект Это Белгород, его постепенное разрушение и уничтожение Ну, а дальше наступит очередь Курской области Вот такой бы я вам сделал небольшой сценарий Да, московиты будут наступать на Харьков На вот эти маленькие городки Ну, и что? Это ж ничего не дает Пример уже вот этой Авдеевки, Марьинки Да и этого, как он называется Несчастного Артемовска, Бахмута и прочих Он четко показывает Это просто разрушение населенного пункта Также будут разрушаться сейчас российские населенные пункты Которые находятся вот в этой полосе Поскольку Украина уже У нее нету другой альтернативы Ей надо переходить на сторону Воевать, начинать на российской территории Иначе она не может выжить Особенно после разрушения Энергогенерирующих Энерготеплоэлектрогенерирующих мощностей Поэтому ясно, что Надо делать то же самое С городами на территории Российской Федерации Результат Ну, это славянская территория Это христианско-православная территория Руси Вот она будет превращаться в зону энтропии, смерти, кладбища Не Грозный, не Дагестан, не Чечня Да, не Бурятия там Или Тува и прочие Калмыкия Это как раз города славянского православно-христианского пояса А тут славяне-россы живут Ну, молодцы, браво Тут никаких нацистов вообще близко нет Что и требовалось доказать Мировое правительство замечательно действует Видимо, Путин туда входит Ну, насчет Зеленского тут как бы все более-менее и так понятно Но вот тогда как с Путиным разбираться Там не говорят, что, типа, Олегович, вы его ненавидите Да мне, в общем-то, это как бы Это не те дефиниции Тут речь совсем о другом идет Речь идет о том, что человек просто уничтожает Христианско-славянское, славянские этносы Вот о чем речь идет Поэтому Надо по-другому это все рассматривать Абсолютно по-другому Ну, давайте будем наблюдать, что дальше будет Давайте Смотрите Соскин Ньюс Там интересно я вам делал анализ Вот за сегодня, за десятое число То, что происходит в секторе газа Как там идет фрагментация До этого так называемого Хамаса И что будет дальше с этим Как там это у нас Хамаса Там еще Хизбалай Так что Иран, конечно, пролетел По полной программе Вместе с Кувейтом Там в Кувейте кризис начался Серьезный, наконец Ну и Катар на очереди стоит Катар, Кувейт, Аман Бахрейн Это логовище фашистской мировой исламской матки Так что все впереди, ребята Смотрите, анализируйте, думайте До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok